Привет, друзья. Вот вам ещё смертельный файл с канала Алла Борисовна. Борисовна! 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 В Азии налажена транспортировка беженцев из Северной Кореи через Таиланд и Китай в более развитые страны, такие, как Япония или Южная Корея. Однако, чаще всего пассажиры таких лайнеров не в состоянии оплатить проезд по окончании пути, и они попадают в долговое рабство своих перевозчиков. Как правило, перевозку беженцев крышует китайская мафия. 19 июля 1997 года морская полиция префектуры Нагасаки обнаружила в двух километрах от берега дрейфующее рыболовецкое судно без флага и признаков присутствия людей. Когда два офицера морской полиции забрались на ржавую палубу судна, забитую водорослями, они осмотрелись и пришли к выводу, что скорее всего, команда пострадала от очередного цунами, либо на корабле произошел пожар, и команда вынуждена была покинуть его в срочном порядке. Но перед тем, как отбуксировать Сейнер в порт, полицейские все же спустились в трюм, где они увидели ужасающую сцену, 12 человеческих трупов были раскиданы по всему помещению. Полуразложившиеся трупы некогда были гражданами КНДР, как установили следователи, обнаружившие не переварившиеся фрагменты их паспортов в собственных желудках, соответственно, эти люди были высокопоставленными чиновниками, паспорта там выдаются только для официальных поездок за границу. Трупы не разложились полностью, так как уровень соленой воды в трюме достигал не менее 25 сантиметров. К сожалению, ни капитана, ни боцмана или штурмана власти не смогли отыскать. Когда Энгельс отбуксировали в Нагасаки, эксперты обнаружили кассету с сообщением, которая находилась в центральном радиопередатчике. Как оказалось, за время дрейфа в море, радиосистема зацикленно проигрывала запись, посылая ее на радиочастоты, которую, как оказалось, принимали многие рыбаки в Восточно-Китайском море. Под порченную запись отреставрировали и отдали следствию, однако вскоре те запросили повторную реставрацию, звуки на пленке не поддавались объяснениям. Моряки, выходившие в море, утверждают, что ловили время от времени на свои приемники странную зловещую мелодию на английском языке. Дело закрыли в 2000 году, списав катастрофу на морского спрута. В 2009 году студент Токийской полицейской академии слил аудиоролик на YouTube и на форчен. У меня вопрос, как в желудках полуразложившихся трупов нашли бумагу. Ведь трупы наполовину разложились, а бумага осталась цела, да еще и удалось выяснить, что это паспорт. Также в интернете ничего не пишут по поводу крушения корабля в 1997 году, не говоря о смерти 12 чиновников. Видеозапись также появилась на канале Алла Борисовна, как и другие фейки, и конечно же запись с судна «Энгелес» не является подлинной.